5 апреля в арену Металлург прибыла шумная, веселая и довольно многочисленная компания детей, участников конкурса со звучным и о многом говорящим названием Металлург Чемпион. Напомним, в январе 2013 года Магнитогорской детской картиной галереи и хоккейным клубом Металлург был объявлен региональный конкурс детского творчества Металлург Чемпион. Творческий турнир проходил на протяжении трех месяцев, включал в себя несколько возрастных и художественных номинаций и вызвал большой интерес у детей, занимающихся живописью, графикой и прикладным творчеством. География очень широкая, и города, и деревни, и школы, и детские сады, то есть все номинации, возрастные номинации, номинации различных и подделки, икон, и картины, то есть очень-очень хорошо все получилось. Мы практически полдня посвятили тому, чтобы оценить работу и выбрать самое лучшее. На самом деле очень тяжело было. После длительных обсуждений и горячих творческих дискуссий члены жюри, в состав которого вошли представители хоккейного клуба и сотрудники детской картиной галереи, выбрали победителей, учитывая возрастную категорию участников и ту творческую номинацию, в которой конкурсант представил свою работу. И вот настало время награждать победителей. Перед началом церемонии награждения для юных творцов, их родителей и педагогов была организована экскурсия по арене «Металлург». Гости побывали в командной раздевалке, в тренажерном зале, в котором тренируются игроки магнитогорской ледовой дружины, посмотрели на заливочные машины «Замбони». Кроме этого, ребята получили возможность сфотографироваться с трофеями, завоеванными командой «Металлург» в разное время. Сама торжественная церемония была проведена в ресторане «Хит-трик», где для юных художников было организовано чаепитие. Стоит отметить и то, что для вручения дипломов и подарков на церемонию пришли исполнительный директор хоккейного клуба «Металлург» Максим Грицай, помощник главного тренера команды Илья Воробьев, нападающий магнитогорской хоккейной дружиной Павел Сдунов и начальник команды Сергей Гомоляка. И, конечно, нельзя не сказать о том, какие позитивные, добрые и замечательные эмоции испытали игроки «Металлурга», просматривая детские работы. «Здорово, что дети отдали столько сил, энергии, так красиво сделали работы, что они знают историю клуба, что они знают нашу команду. Просто молодцы, за это им огромное спасибо. И, знаете, хоккей состоит из тысячи мелочей, и, может быть, это одна деталь, которая в данный момент поможет выиграть и поможет чуть-чуть еще настроить ребят или помогла бы настроить ребят. В целом, огромное спасибо детям, они просто молодцы, просто замечательная работа». «Задача этого конкурса изначально была привлечь именно с детства детишек к хоккею, к болению за команду, к сопереживанию, показать все наши лучшие стороны, ведь мы чемпионы на самом деле». «Церемония награждения понравилась очень, замечательный праздник, все очень хорошо организовано, замечательные подарки, и ребята все довольны, ребята все счастливы. Они смогли побывать там, где никогда, они вряд ли когда смогут побывать. Это очень сложно, попасть в раздевалку команды «Металлург», в тренажерный зал, все это посмотреть. Дети очень счастливы, очень довольны. Я думаю, теперь они увлекутся хоккеем еще сильнее. Нас ждут новые, наши Евгения Малкины, Коля Кулемины, Павла Сдуновы и много других звезд. И хочется, конечно, поблагодарить хоккейный клуб за прекрасную организацию и за помощь в организации конкурса. Огромная-огромная благодарность от детей и от педагогов. Спасибо вам большое». Одним словом, и юные творцы, их родители, и педагоги остались очень довольны тем, как прошло награждение, учитывая то, что само по себе творчество, а тем более детское, явление уникальное, искреннее. И от этого чрезвычайно ценное. Ведь дети, участники конкурса, вкладывали в работы всю свою душу, все свои творческие порывы, такие эмоциональные и такие трепетные. «Папа смотрит постоянно все матчи, очень интересно, понравилась эта тема. Ну, как сказать, давно, ну, года три, наверное, где-то так. Мой папа тоже смотрит хоккей, он валит за два клуба, ну, за металлурки и за салат Вилаев. Ну, мы всей семьей всегда собираемся и смотрим хоккей. А бисером я как-то занималась, потом как-то забросила, а потом, когда мне предложили поучаствовать в этом конкурсе, то я сразу же согласилась». «А есть ли у вас любимый хоккеист? Вот чья игра нравится больше всех?» «Ой, не знаю даже». «Ну, лично мне, ну, нравился Малкин, как играл, конечно, он ушел, и больше всех нравится Биряков. Продолжение следует...» Продолжение следует...